смеляю архитектура компьютеров 227 страница мы дошли до интересной главы раздела примеры центральных процессоров сейчас мы с вами посмотрим то есть несколько разделов несколько кристаллов мы рассмотрим примеры центральных процессоров в этом разделе мы рассмотрим процессора intel core i7 ти омап 4430 и отмель от и мега 168 на уровне аппаратного обеспечения intel core i7 мы понимаем что core i7 это некий это не модель есть кора 7 там 14 года есть кора 7 22 года они очень сильно отличается очень сильно просто есть например бюджетная модель core i3 обычно 24 ядра есть кора оси там 8 ядер есть кора и 9 там больше ядер из максимальный ядер это в зиме еще не придумали новые названия типа intel платиум intel gold чтобы людям было проще ориентироваться это некий сегмент кора оси прямой потомок процессора 8088 который используется первой модели bm p7 презентация кора оси состоялась в ноябре 2008 года публике было представлено 4 процессорной цепку 731 миллионов транзисторов частотой до 3 и 3 и 2 гигагерс и шириной строки 45 нанометров понятие ширина строки обозначает ширину проводников между транзисторами и одновременно определяет размер самих транзисторов чем меньше эта величина тем больше транзисторов уменьшается на одной микросхеме по сути закон муру прогнозирует способность инженеров дальнейшему уменьшению ширины строки помимо прочего уменьшение в этой величины позволяет повысить тактовую частоту для сравнения для сравнения диаметр человеческого составляет 200 100 микро микро метров причем светлые волосы тоньше темных исходный исходный выпуск архитектура кора оси базировался на архитектуре на халим однако новые версии кора 7 строится на базе более новой архитектуры sandy bridge термином архитектура в этом контексте обозначает внутренняя организация центрального процессора который часто присваивается кодовое название обычно проектировщики компьютерных архитектур люди серьезные но иногда они придумывают для своих проектов очень островные кодовые названия например архитектуры серия mdk должны были разрушить позиции intel на рынке процессоров для настольных систем казавшими неузвимыми для процессоров серии к было выбрано кодовое название крипто нет название единственного вещества которое могло повредить супермену а струны остроумный намекала на доминирование intel новая версия кора оси на базе архитектуры sandy bridge увеличилась до 1 и 16 миллиардов транзисторов она работает на скорости 35 гигагерц шириной строки 32 нанометра хотя кора оси очень сильно отличается от процессора 8 и 88 с его 29 тысяч транзисторами он полностью совместим с 8088 и может выполнять двоичные программы написаны для 88 не говоря уж программу для всех процессоров появившие между кора 7 и 88 с точки зрения программного обеспечения кора оси представляет собой 64 разрядную машину он поддерживает ту же стандартную промышленную архитектуру isa что процессоры 80 3086 840 86 пентеум пентеум 2 пентеум про пентеум 3 и пентеум 4 включая те же регистры те же команды и такую же встроенную систему обработки значений с плавающей точкой стандарта и и и есть мступцы 4 помимо этого кора оси имеется нового команды предназначены в первую очередь для крипто графических операций но понимаем что задача была совместимость программного обеспечения и какое-то общее видение деда кора оси является многоядерным процессором таким образом кремниевая подложка содержит несколько процессоров он продается с разным числом для них процессоров от 2 до 6 причем ближайшем будущих число должно увеличиться если программист пишут параллельную программу с использованием потоков и блокировок организации параллельно нововыполнение на нескольких процессоров обеспечит существенный выигрыш по скорости и поддерживается технология гипер по точности hyper trading позволяющие нескольким аппаратам аппаратным потоком быть активированно одновременно гипер поточность позволяет осуществлять аппаратные переключения потоков во время очень коротких задержек например промахов кэша программное переключение потоков может происходить только во время очень длинных задержек например сбоев страниц поскольку для его реализации требует сотни такток на уровне микроархитектура кора оси базируется на архитектуре своих предшественников коры 2 и коры 2DU. Процессор Core i7 может выполнять до 4 команд одновременно, что позволяет рассмотреть его как четырехкратную суперскалярную машину. Микроархитектуру Core i7 мы обсудим в главе 4. В процессорах Core i7 используется трехуровневый кэш. Каждый Core i7 имеет 32 килобайтный кэш данного первого уровня L1 и 32 килобайтный кэш команд первого уровня. У каждого ядра также имеется собственный 256 килобайтный кэш второго уровня L2. Кэш второго уровня унифицирован, то есть позволяет хранить комбинацию команд и данных. Все ядра совместно используют один унифицированный кэш третьего уровня, размер которого составляет от 4 до 15 мегабайт в зависимости от модели процессора. Трехуровневое кэширование значительно улучшает производительность процессора, но за счет возрастания стоимости кремниевых компонентов, так как у процессора Core i7 общий объем кэша на одной подложке не может превышать 17 мегабайт. По поводу кэша мы подробно говорили в предыдущих главах, то есть надо было там смотреть уроки, поэтому здесь не будем повторяться. Поскольку все микросхемы Core i7 содержит несколько процессоров с собственными кэшами данных при изменении одним из процессоров слова, размещенного в его приватном кэше, могут возникать трудности. Если, предположим, другой процессор попытается читать это слово из памяти, он получит устаревшее значение, поскольку между изменением слова и его записью в память проходит некоторое время. В целях поддержания согласованности данных памяти каждый CPF в мультипроцессорной системе следит за шиной памяти на предмет поиска запросов на кэшированные слова. В случае обнаружения подобного рода запроса процессор представляет необходимые данные для того, как память передаст их другим потребителям. Технологии слежения мы рассмотрим в главе 8. В системах процессора Core i7 используются две внешние шины. Обе они синхронные. Шины памяти DDR3 служат для доступа к главному динамическому ОЗУ. Шина PCI-Express для взаимодействия с устройствами ввода-вывода. Высокопроизводительная версия Core i7 содержит несколько шин памяти и PCI-Express, а также порт QPI Quick Patch Incorrected. Порт QPI связывает процессор с внешним мультипроцессорным соединением, что открывает возможность построения систем, в которых установлен более шести процессоров. Порт QPI отправляет и получает запросы когеренности кэша, а также другие управляющие сообщения для мультипроцессорных систем. Например, межпроцессорные прерывания. Основная проблема Core i7, как у всех современных процессоров для настольных систем, заключается в объемах потребляемой мощности и выделяемого тепла. Чтобы избежать повреждений кремниевых компонентов, необходимо отводить тепло от процессора сразу после его образования. Процессор Core i7 в зависимости от частоты и модели потребляет от 17 до 1500 Вт. Поэтому Intel пребывает в постоянном поиске новых решений, которые позволили бы урегулировать проблему тепловыделения. Технология охлаждения и тепловыводящие корпуса играет важную роль для защиты от выгорания кремниевых компонентов. Микросхема Core i7 поставляется в квадратном корпусе LGA с длиной стороны 37,5 мм. На нижней плоскости микросхемы находится 1155 площадок, из которых 286 используется для подачи питания, а 3060 замедляется в целях шумоподавления. Площадки размещены в виде матриц 40 на 40, причем ее центральный сегмент 17 на 25 не заполнен. Кроме того, по примеру асимметричного пропущено еще 20 площадок, за счет чего исключается возможность неправильной установки микросхемы в гнезде. Физическую компоновку Core i7 иллюстрирует на рисунке 3.41. Пропущенные гнезда, видите, они вроде как неровные идут. Микросхема снабжена креплением для радиаторов, которое рассеивает тепло и вентилятора, который охлаждает процессор. Чтобы получить некоторое представление о том, что собой представляет величину 150 ватт, поднесите руку включенной электрической лампой мощностью 150 ватт. Только не дотрагитесь до нее. Вот такое количество тепла нужно рассеивать постоянно. Соответственно, когда Core i7 потеряет свои рабочие характеристики процесса, он вполне сгодится в качестве нагревателя. Вообще, я хочу добавить по поводу выделяемой мощности тепла. То есть, если производителям удается понизить, выделяем мощность. Давайте мы откроем приложение. То, что они делают, они его разгоняют. Понимаете, да? У меня Ryzen 9 5950x стоит. Сейчас вот пересел на новый компьютер. Немножко он разогнанный авторазгоном. Типа на 17%. У него скорость 3600, по-моему, вот. Но работает сейчас примерно на 4 Гц. Видите, разные ядра немножко. Хотя нет, тут они одинаково. Это у него разгон есть, соответственно, есть температура. Можно убрать этот разгон. Температура будет ниже. Больше разгон, больше нагревается. Все как было логично и просто. Соответственно, из коробки идет 3600. Это считается оптимальная температура при стандартном радиаторе, который очень плохой. У радиаторов есть параметр рассеивания тепла. Но его не пишет на характеристиках, потому что это невыгодно маркетологам. Может быть, маленький и он очень эффективен. У меня довольно мощный радиатор стоит здесь. Я бы сказал, не только радиатор. Я считаю, что это самая оптимальная температура. решение для охлаждения. То есть, мы здесь сейчас посмотрим. Вот так оно выглядит. Видите, ставится цикличное жидкое охлаждение. Оно не полностью. То есть, есть комплект, который на видеокарту, на память ставится. Лучше приобрести такую. Стоит, конечно, дорого. 10000. Он очень, на самом деле, тихий. Подключается к процессору и, соответственно, ставится в верхнюю крышку. Здесь три вентилятора 120-х. Идет циркуляция специальной жидкости по кругу. Она проходит. Соответственно, тепло передает в радиатор. Компьютер выдувает наружу. Это лучшее решение, на мой взгляд. Не обязательно этой фирмы. Просто вот у меня такая фирма. И я вообще полностью доволен. Вот так эта система выглядит. Ну, видите, 8800 можно взять. Мы если посмотрим охлаждение. Видите, это самый лучший. Я хочу найти. Вышла вторая версия. Она имеет типа подсветку уже. Эта подсветка подключается к системе Аури. И эта Аура уже как бы синхронизируется с подсветкой клавиатуры. Может быть, мотинская плата. Есть, конечно, есть. Видео мы не будем смотреть, чтобы не нарушать авторские права. Мы посмотрим, что это непростая система. Мы видим, что... Видите, бесшумная работа система. Ну, для меня важно, чтобы было тихо. Потому что я делаю записи. Пожалуйста, здесь идет ветер. Не просто алюминий какой-то. Здесь прямо система как охлаждается, как она работает. Что из этого представляет. То есть, в разрезе очень интересно. Здесь специально используется материал. Специальная жидкость, которая... То есть, ученые, инженеры работали, чтобы максимально лучше отводить это тепло. Специально форма радиатора. Видите, у нее очень много всяких наград. Вот характеристики написано, да? Вот у меня первая модель. Или, может, вторая. У меня есть... У меня вот так выглядит. Но у меня вот 360. Может, у меня вот так называется. Так, а у меня другая модель. Ну-ка. Ну, у нее тоже тяжелая награда. Здесь немножко уже другая. Двойное изолирование помп. Предотвращает передачу вибраций. Гратирует легендарную тишину. Я хочу найти характеристики. Скорость работы помпы. Уровень шума. Видите, очень маленький. 19. Его реально не слышно. Можно спать. Я не могу спать. У меня ноутбук в 10 раз громче. Но здесь, видите, никто не пишет, а рассеимую мощность. Спецификации нет. Он почему-то как-то называется. ТДА. ТПА. Я в другой книге читал. Ну, в общем, есть это. Давайте что-то смотрим. Параметр. 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 Силые. Мощности. Ну, вот ватах тоже пишут. Но там как-то по-другому называлось. То ли ТДА. То ли ПДА. Ну, даже достаточно, если будет написано, сколько мощность рассеивает. Смотрите, сколько он вырабатывает. Например. Давайте мы загуглим. Параметр. 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 Суммарная мощность. Ну, это вообще не та модель. Не, не моя точная модель. меня science лук называется точно несмотря на заявлено 360 ватт 360 вот тоже с фраза смотрите несмотря на заявлен 3060 ватт россии мощный вентилятор даются на средних оборотов если он хороший радиатор их в хорошую жидкость все хорошо охлаждается грамотно сделано к разницам каких оборотов где тут не указывается да но видите очень сложно найти россиями может а вот например тдп во тдп все спорил видите называется тдп ну допустим видим 210 он может рассеять и пишем тдп я не знаю можно так писать 9 9x ну здесь написано вроде пожалуйста у нас есть тдп то есть 105 ватт то есть мой процессор потребляет 105 ватт моей системы непонятно сколько она выделяет рассеивает ну не написано вот где открыть все вот она урок 360 ну написано big white science лук вот так мне называется до 450 ватт вот вот моя модель то есть и вот так мы подбираем все понятно то есть есть рассеянная мощность есть параметр тдп мы узнали что у меня тдп 105 я могу рассеять до 450 нужно мне все 450 мне не нужно поэтому у меня включено вот на тихий режим включу другую программу вот кстати можно синхронизировать но я отключил мне не нужна эта подсветка у меня вот режим тихий стоит я максимально настроил то есть он ведь умеем на минимальных оборотов все вентиляторы крутится причем не идет рендер лекций прямо сейчас идет идет запись открыт браузер давайте я покажу вам что не все так просто автор эффект просто 26 гигабайт сожжал процессор мощный поэтому он почти не грузит видюха 1070 ну видимо б с работы камера моей работы до мобильной подключена тоже через видюха автор эффект живет нитин кода ну потому что из него то есть нагрузка большая и при этом температура очень ну как бы низкая вообще если его не разгонят еще он разогнанный процесс то есть у него получается эти стандартные параметры 3 4 герца ведь 59 50 можно разогнать до 4 9 типа turbo но но есть там экстремальный разгон в программе не зачем он нужен не такая бы достаточно мне важно тишина то есть я нашел некий такой баланс между тишиной и как бы мощностью тем более он как бы просто настолько мощный его еще разгонять ведь 32 ядра здесь 16 ядер физические 32 логически и логически мы уроки про процессор это разбирали но думаю мы еще дойдем как работает гипер по точности надеюсь нормально объяснят если нет то я сам расскажу вот и мы видим что он не работает практически на полную раз план это все что хотел сказать идем дальше только не дотракившись до нее вот такое количество тепла нужно рассеять постоянно соответственно когда а кора i7 потеряет свои рабочие характеристики как процессор вполне сгодится качестве нагревателя в соответствии с законом физики все что выделяет большое количество тепла должно потреблять большое количество энергии в случае с портативным компьютером который работает от батареи с ограниченным зарядом потребление большого количества энергии нежелательно чтобы решить эту проблему компания intel нашла способ проверять центральные процессоры в режиме пониженный энергосбережения Нашла способ переводить центральный процессор режима пониженного энергосбережения в состоянии сна, если он не выполняет никаких действий и вообще отключить его, вводить в состояние глубокого сна, если есть вероятность, что он не будет выполнять никаких действий. Некоторое время всего предусмотрено 5 различных состояний, от полной активности до глубокого сна. В промежутках состояния одни функции работают, например функция слежения кэша, обработка, прерывания, а другие отключаются. Состояние глубокого сна, значение кэша, памяти и регистр сохраняется. От актов генератора все внутренние блоки отключаются. Выход из глубокого сна происходит по специальному аппаратному сигналу. Видит ли Core i7 сны во время глубокого сна, науке пока неизвестно. Так. Значит, мы еще даже не дошли. Core i7. Надеюсь, вот это пройдем, на сегодня и хватит. Цикалевка процессор Core i7. Из 11155 контактов Core i7 для сигналов используется 447. Для питания с различными напряжениями 286. Для земли 360. Еще 62 зарезервированы под будущее. Для некоторых логических сигналов требует 2 и более выводов, например для запроса адреса памяти. Поэтому существует только 131 вариант сигналов. Циклевка Core i7 в несколько упрощенном виде представлена на рисунке 342. С левой стороны рисунка показаны 5 основных групп сигналов шины в память. С правой стороны расположены прочие сигналы. Ну, схема подключения не такая интересная. Рассмотрим различные типы сигналов, начиная с сигналов шины. Первые два сигнала шины используются для взаимодействия с DDR3, совместимой динамической памятью. Группа сигналов представляет банку динамической памяти, адрес данной, управляющей информацией и синхронизацией. Core i7 поддерживает два независимых канала DDR3, работающих на частоте 666 МГц передачи данных по фронту и по спаду сигналов. Таким образом, возможно 100 миллиард 233 миллионов взаимодействий в секунду. Интерфейс DDR3 является 64-разрядным, то есть два интерфейса DDR3 совместными силами ежесекундно поставляют программ до 20 гигабайт данных. Третья группа используется интерфейсом PCI, предназначенным для прямой связи периферийных устройств с центральным процессором Core i7. PCI Express – высокоскоростной последовательный интерфейс, в котором каждый последовательный канал тракт обмена данным с периферийными устройствами. И образует тракт обмена данным с периферийными устройствами. Core i7 поддерживает интерфейс X16, то есть может одновременно использовать 16 трактов с совокупной пропускной способностью 16 гигабайт в секунду. Хотя канал является последовательным, через PCI Express представляет самые разнообразные команды, включая команды чтения с устройства записи, прерывания, настройки конфигурации. Следующая группа сигналов образует интерфейс DMI – Direct Media Interface. Используемый для связи процессора Core i7 с компактным чипсетом. Интерфейс DMI схож с PCI Express, хотя и работает на половине скорости последнего, поскольку 4 тракта могут обеспечить скорость передачи данных только до 2,5 гигабайт. Чипсет содержит полнофункциональную поддержку дополнительных переверенных интерфейсов, обычно необходимых для высокопроизводительных систем с многочисленными устройствами ввода-вывода. Чипсет Core i7 состоит из микросхемы P67 и ECH10. Микросхема P67 обеспечивает поддержку интерфейсов SATA, USB, Audio PCI Express и Flash памяти. Микросхема ECH10 обеспечивает поддержку наследных интерфейсов, включая интерфейс PCI. Функциональность контроллера прерывания 8259A. Кроме того, ECH10 содержит много других схем. Часы реального времени, таймеры событий, контроллеры прямого доступа к памяти ДМА. Существование таких микросхем значительно упрощает сборку полноценного процесса с персональным компьютером. Ну, ничего не понятно особо. Ну, в общем, содержит микросхемы, чтобы можно было подключать какие-то другие девайсы-устройства. Core i7 может осуществлять прерывания тем же способом, что и ECH1088. Это требует в целях совместимости. Или использовать новую систему прерывания с устройством IAPIC. Advanced Programable Input Controller. Усовершенствованный программированный контроллер прерывания. Core i7 может действовать на любом из нескольких предустановленных напряжений. Но процессор должен знать, на каком именно напряжении ему предстоит работать. Сигналы управления питанием используются для автоматического выбора напряжения источника питания, оповещения процессора о стабильности питания и ряда других родственных операций. С их же помощью осуществляется переход в различные состояния сна. Некоторые, естественно, являются одним из инструментов управления питанием. Несмотря на сложный механизм управления питанием, температура Core i7 может достигать очень высоких значений. Группа сигналов температурного контроля позволяет процессору оповещать окружающие устройства об опасности перегрева. Сюда относится, например, сигнал, который выдается центральным процессором. Если его внутренняя температура превышает 130 градусов. Хотя, если температура центрального процессора превышает 130 градусов, он уже, вероятно, мечтает о выходе на пенсию и добросовестной службе в качестве нагревателя. Ну, видите, что новый человек сгорает уже при такой температуре. Обычно уже 100 градусов считается более-менее критичное. У меня работали процессоры 105 градусов, 110. Есть также такой экстремальный разгон, когда используется жидко-осхлаждение. Не знаю, но это такое баловство. Чего-то разогнать процессор, чтобы он сдох. Не знаю, это просто баловство какое-то ненужное. Я понимаю, если бы можно было это разогнать, чтобы он работал и дальше. Чтобы он там 5 минут поработал и сдох. Ну, такое себе. Но, впрочем, даже на таких запредельных температурах вам не придется беспокоиться о безопасности скорости. Если внутренние датчики обнаруживают, что процессор вскоре перегревается, они запускают терморегуляцию. Механизм быстрого снижения выделения тепла. За счет того, что процессор работает только на каждом NM-такте. Вообще, есть такая вещь, троттлинг. Он сейчас... Ну, есть датчики, он просто при достижении критической температуры компьютер выключается. Просто происходит аварийное отключение. Раньше такого не было, компьютер просто сгорал. Ну, что делать? Сейчас есть такая троттлинг, она в мобильных телефонах. Когда телефон перегружается, то есть перегревается, когда играю, то выиграю. То процессор начинает понижение частот. И, соответственно, уменьшается температура. И игра начинает тормозить. И, типа, считается тот процессор, который оптимально делает троттлинг без лагов. Так сказать. Конечно, за терморегуляцию приходится расплачиваться снижением производительной системы. До изобретения терморегуляции в случае недостаточно эффективного охлаждения процессор перегорал. Доказатели этих мрачных времен температурного контроля можно найти на YouTube. Поищите по строке Exploding CPU. Видеоролик поддельный, но проблема настоящая. Сигнал группа сигналов тактовой частоты отвечает за определенные частоты системной шины. Группа диагностических сигналов предназначена для тестирования отладки систем. Согласно стандарту EAA 1149.1GT. Группа сигналов инициализация обслуживает загрузку, запуск систем. Сигнал SK используется процессором для генерирования различных тактовых импульсов с частотой, кратной или дробной по отношению к частоте системного генератора. Для этого применения устройство называемой системой автоподстройки по задержке или DLL. DLI Locked Loop. Группа диагностических сигналов предназначена для тестирования отладки систем. Согласно EAA 1149.1GTAC. Johnny Test Action Group. Наконец, в группу прочих сигналов отнесены разнородные сигналы, используемые для разных специальных целей. Конвейерный режим шины памяти. Процессор Core i7. Современные процессоры, такие как Core i7, представляют жесткие требования. Динамические процессоры. Кстати, не люблю я современные процессоры. Нельзя использовать книгу современный процессор. Мы сейчас читаем книгу 2013 года. Сейчас не используется современный процессор. DDR3 устарел и так далее. Это быстро устаревает. И надо писать, если он будет писать книгу. До этого я читал. Одну из проблем, почему я не поступил в институт. Я закончил коммерческий, но я не поступил в государственный. Я зашел в класс, ну, решил посмотреть, как у них там, что у них там. Я пришел в класс, увидел, книги лежат в информатике, что они проходят. Открыл книгу, читаю. На тот момент были уже Core i2-DU процессоры, там Pentium 4 и так далее. А у них было на книгах в 10-летней давности. А современные процессоры, Intel Pentium 3 или там 2 какой-то был, я не помню. Ну, очень древние. И они еще там уже были сжигать мониторы. Они изучают LTE. То есть, эту первую страницу я открыл. Современный процессор. Все, можно не учиться. Этот учитель ничего не знает. Он уже устарел на 10 лет, да? Все, он отстает. Потому что они не делают дополнительный материал. А вот мы затронули ТДА тему. Тут вообще она не раскрыта. Я вам показал. Современное оборудование. На что надо смотреть. То есть, то, что мы читаем, не столько важно, сколько вот это именно ТДА. Просто мы идем, берем информацию, что вот есть такая вещь, что она так работает, что у нее не так все просто. Что-то у нас откладывается. И это есть процесс обучения. Будет теория, практика, книгу закончу. Будет много практики, не переживайте. Много практики, потом снова теория. Потом практика. То есть, это лучшее обучение. К сожалению, тут нельзя сделать теорию, а потом практику. После каждой главы это будет не совсем то и непонятно. Тем более, какая здесь практика? Разбирать процессоры, смотреть под микроскопом. Мы тут берем просто основные понятия, что это не так просто, чтобы мы были как бы специалистами, разбирались в том, чем мы работаем, что собираем и так далее. Современные процессоры, такие как Core i7, предъявляют жесткие требования к динамической памяти. Они работают гораздо быстрее, чем медленная динамическая память. Может выдавать значение. Причем эта проблема усугубляется, когда несколько процессоров выдают одновременно с запросом. Чтобы процессор не проставил, необходима максимальная возможность производителей памяти. Кстати, вот сталкивались с какими проблемами встречались инженеры. Как они ее решали. То есть, оно может показаться вам, что оно не пригодится, но в будущем все старые технологии, все новые технологии, это все старые технологии. Придумали технологии в 1986 году в СТУ, она не работала, потому что не было оборудования. Сейчас появилась оборудование, появились новые проблемы, взяли эту старую технологию, воскресили. Много таких технологий было, особенно в СТУ, в их вещах, которые воскресили. Ничего нового, по сути, не придумали, просто воскрешают, по сути, старые и уменьшают. Все, что новое, это уменьшают, по сути. И понимание этих проблем, структур, надо знать изначально. Не нужно строить дом с крыши, надо... Да, это может неинтересно, скучновато. Это тяжело, мне тяжело уроки записывать. Посматривать эти уроки. Я вообще думаю, что никто не будет их смотреть. Делают ради аллаха. Делают это для детей. Потому что я обязан обучить своих детей этим профессию. Потому что не даст им ни школы, ни института профессии. Вот я сижу, записываю. Для тебя, Умар, для тебя, Сулейман. Учитесь. Потому что я, может, умру, и они маленькие будут, останутся без вас. А то будет куча лекций, пусть сидят, учат. Чтобы конвейерный режим стал возможным, запрос к памяти Core i7 состоит из трех этапов. Фаза активации, ACT, память открывает строку динамической памяти. Дело ее готово для последующих обращений. В фазе чтения READ или записи в WRITE могут происходить обращения к отдельным словам. Открытые строки динамической памяти. Или к последовательным словам, к текущей строке динамической памяти. С использованием пакетного режима. Фаза предзаряда печи READ закрывает текущую строку динамической памяти. И готовит память в следующей команде активации. Конвейерная работа с памятью процессора Core i7. Основана на том, что динамическая память DDR3 на микросхеме состоит из нескольких банков. Банк представляет собой блок динамической памяти, к которому процессор может обращаться параллельно с другими банками. Даже находящимся на той же микросхеме. Типичная микросхема динамической памяти DDR3 содержит до 8 банков. Причем спецификация интерфейса DDR3 разрешает не более 4 параллельных обращений для одного канала DDR3. Временная диаграмма на рисунке 3.43 показывает, как Core i7 выдает 3 обращения к 3 разным обманкам динамической памяти. Обращение полностью прикрывается, так что операция чтения на микросхеме динамической памяти выполняется параллельно. Временная диаграмма связана между командами и последующими операциями на временной диаграмме, обозначенной стрелками. Шикарная схема, где ничего не понятно. Мы видим, что это так. Здесь какое-то обращение отсюда сюда. Ну окей. Подвердное обращение, память через интерфейс DDR3 процесса Core i7. Как видно на рисунке 3.43 интерфейс памяти DDR3 имеет 4 основных сигнала канала. Синхронизация шины ХСК, команда шины SMD, адрес ADDR и данных ADDate. Сигнал синхронизации шины ХСК управляет всей работающей шиной. Команда сигнал SMD указывает, какая операция запрашивается в динамической памяти. Команда ACT задает адрес строки динамической памяти. Открытый сигнал ADDR при выполнении команды READ. Адрес строки динамической памяти задает с использованием сигнала ADDR. А динамическая память выдает прочие значения. Спустя фиксированное время через сигнал ADDate. Наконец, команда PCHRG указывает банк, к которому применяется операция предзаряда через сигнал ADDR. В нашем примере команда ACT должна предшествовать первой команде READ. Для того же банка на два цикла шины DDR3. А данные выдаются через один цикл после команды READ. Кроме того, операция PCHRG должна произойти по крайней мере на два цикла позже последней операции READ. Тем же банком динамической памяти. Ну, я не очень хочу вникать, мне не интересно. Ну, то есть, есть какие-то команды, что не все так просто. По релизам запроса памяти проявляется прикрывание запросов READ к разным банкам динамической памяти. Первые два обращения READ к банкам 0 и 1 полностью перекрываются, производя результат цикла шины 3 и 4 соответственно. Обращение к банку 2 частично перекрывается с первым обращением к банку 1. И, наконец, второе значение с банка 0 частично перекрывается к обращению к банку 2. Как Core i7 узнает, когда следует ожидать возвращения данных команды READ. Когда можно выдать новый запрос памяти. Для этого он существует, осуществляет полное моделирование внутренней деятельности. Каждого подключенного микросхемы DDR3. Соответственно, он ожидает возвращения данных в правильном выбранном цикле. И знает, что операция переразряда не следует начинать раньше, чем через два цикла после последней операции чтения. Core i7 может прогнозировать все эти события. Потому что интерфейс памяти DDR3 работает синхронно. Так что все операции занимают четко определенное количество тактов шины DDR3. Даже при наличии всей этой информации по строению высокопроизводительного полностью конвейерного интерфейса памяти DDR3. Нетривиальная задача, требующая применения многочисленных внутренних таймеров и детекторов конфликтов для реализации эффективной обработки запроса. Сейчас посмотрим, тут много ли. Ну давайте дочитаем. Однокристальная система Tejas Instrumentos OMAP 4430. В качестве второго примера процессора возьмем однокристальную систему Tejas Instrumentos OMAP 4430. Реализует набор команд ARM. ARM, помню, чем мобильники, да? Основной областью его применения является мобильные встроенные системы смартфона, планшеты, компьютеры. Интернет-гаджеты и однокристальная система включают широкий диапазон таких устройств, чтобы при объединении ее с физической периферией и сенсорным экраном флеш-памятью формировалась полноценная компьютерная устройство. OMAP 4430 включает два ядра RM-A9, дополнительные ускорители и многочисленные интерфейсы периферийных устройств. Внутренняя организация OMAP 4430 изображена на рисунке 3.44. Ядра RM-A9 относятся к суперсколярной микроархитектурной ширине 2. Также на подложке OMAP 4430 размещаются еще три процессора-ускорителя, графический процессор PowerVR SGX540, процессор обработки изображений ECP Image Signal процессор и мультимедийный ускоритель EVA SGX540. Обеспечивают эффективную программную 3D-визуализацию и может рассматриваться как аналог графических процессоров для настольных компьютеров, хотя и уступающим скорости и мощности. ECP – программируемый процессор для эффективной обработки изображения операций, необходимых в мощных цифровых фотокамерах. EVA i3 реализует эффективное кодирование и декодирование видео с производительностью, достаточно для поддержки 3D-приложений, как например в ручных игровых устройствах. Также однокристальная система OMAP 4430 содержит широкий спектр периферийных интерфейсов, включая сенсорные экраны и контроллеры клавиатуры, интерфейсы динамические и флеш-памяти. USB и HDMI фирма Техас инструменты собубликовал планы развития серии процессоров OMAP. В будущих архитектурб будет больше всего, больше ядер ARM, графических процессоров и разработок периферийных устройств. Ну, что-то в наши дни не слышно про эти, видимо они умерли. Есть Mediatek, есть Snapdragon, есть Huawei сделали, я забыл, и есть Samsung. Кирин, ну и iPhone, а это я не знаю, что это за. Однокристальная система впервые появилась в начале 2011 года, она имела 2 ядра ARM A9, работочной частоте 1 МГц с применением 45 мм реализации. Ключевая особенность процессора OMAP 4430 заключается в том, что он выполняет значительный объем вычислительный, вычислений с очень низким энергиозатратами, поскольку ориентируется на мобильные устройства, получающие питание от батареи. Чем эффективнее работает архитектура мобильного устройства, тем реже придется пользователю ставить устройство на зарядку. Сейчас мы посмотрим схему. Кстати, сейчас идет тенденция к тому, что производители хотят перейти с архитектуры 8.6, обычных процессов, на архитектуру ARM, то есть с компьютера будет стоять ARM. Почему? Во-первых, очень интересная тема, почему это сделано. Во-первых, ARM больше устройств, в общем больше мобильных устройств, планшетов и так далее, чем компьютерах. Во-вторых, лучше технология, то есть 8.6 технология, она примерно доходит до своих ограничений. Есть некоторые проблемы. ARM больше развивается, потому что на мобилах больше можно заработать, чем получается на компьютерах. Ну, такой сегмент очень интересный. Может сейчас не больше, но идет очень перспективно. То есть, потому что мобилы у каждого там еще бывают по две штуки. Например, компьютер, сейчас в принципе тоже есть у каждого, но ты не таскаешь с собой, ты его не бьешь постоянно. Мобилы постоянно разбиваются, ломаются, выходит новая модель. То есть, год устарел. Компьютер там в 3.5, мобилы год устарел. И мобилы проще менять, потому что не дешевле. Соответственно, разработка ПО. Вот, ты разработал под ARM, и у тебя работает везде. Например, сейчас Windows 11. Я вам сейчас покажу. Пожалуйста, вот это приложение, которое запускает АПК. Windows 11 позволяет, уже есть, видите, она вообще наполнена Linux. Она позволяет запускать приложение АПК. Запускается под системой Windows Android. И пожалуйста, ну это программа, лучшая программа для мусульман, для заучивания Корана. Я через неё Коран заучиваю, слушаю, вообще много чего можно здесь делать. Садиться, почитать, молитву и так далее. Можно вот, есть у меня Amazon. Там с костылями пока ставится, но может ставиться. Видите, уже идёт синхронизация. И представляете, разрабатывать приложение, и надо вот, разработчику это приложение, делать и для компьютера, и для AES. Просто ARM ещё, он уже... Есть Linux, например, да, отдельно. Винда, есть Mac, Linux, да, есть Android, Linux. На ARM есть Linux, есть на 86 Linux и так далее. Тут упрощается, то есть нужно приходить к стандарту. Становится дешевле производить ПО. Ты произвёл ПО, и оно сразу работает везде. Пожалуйста, тебе это круто. Хорошая синхронизация, везде программы работают и так далее. То есть, идеально, когда всё на до-архитектуре, на одной апельсонке. Например, у iPhone, да, там, у Apple, есть своя экосистема, это очень удобно. Обмен, да, обмен, аирдроп, обмен, обмен получается данными, соединение. То есть, там, у них же у первых взял наушники, как там называется, AirPods. Воткнул, они уже подключены, а тебе надо подключать, Wi-Fi и так далее. То есть, ты просто с коробки достал, они уже подключаются к тебе. Часто вот у Xiaomi тоже примерно так работает. Там нет у них своей, скажем, такой прям экосистемы. Итак, рассмотрим, да. Что мы здесь рассмотрим? Мы видим, что это непростая и отличается архитектура. Что у нас здесь есть, видите, DDR, вообще первые 200 МГц. Вообще на модем похоже или просто, почему DDR написано, я не понимаю. А вот, LPDDR. Ну, типа LP, это обозначает, что Light Power DDR, они быстро низкопрофильные. Ну, соответственно, это же мобильник, для мобильных стратцов. Вот, у нас есть LPDDR, две флажки, непонятно поскольку. Здесь написано, что это DIM. У нас есть сам процессор, вот ARM27. Указан кэш. Или что это, я не знаю. ARM27. Не знаю, что такое. Может он, а может не он. Есть модуль для дисплея, для портов. Модуль для камеры, для обработки камеры. Видите, шина, необходимая шина, да. Питание сброса управления у нас есть, непонятно, что такое, тоже непонятно. USB, дисплей, обработка дисплея. Ну да, вот у нас процессор идет. Вот это может быть видеокарта какая-нибудь. Или вот эта видеокарта. Ну, видим, что это не совсем все просто. Какие-то интерфейсы. Окей. Процессоры OMAP 4430 выбраны с расчетом на достижение основной цели низкого энергопотребления. Графический процессор ICP и EVA3. Давайте мы посмотрим. ICP и EVA3. Вот EVA3 есть. Я не вижу EVA3. Здесь нет EVA3. EVA3 есть. Ну вот это, походу, HD. Это для камеры, а это, видимо, для 3D. А вот еще 2D3D. Представляет собой программный ускоритель, эффективно выполняющее вычисление при существенном меньшем энергозатрате. По сравнению с поведением, те же вычислительные непосредственно в процессах RM-A9. При полном энергопотреблении используется всего 600 мегаватт мощности. Мини-ватт. Не знаю, как читается. Это составляет примерно 1,250 от энергопотребления высокопроизводительной Core i7 OMAP 4430. Также реализует очень эффективный спящий режим при засыпании. То есть мы видим, что намного эффективнее в плане энергии у RAI7 ты не засунешь. Выделение большого тепла для своих задач подходит. Эффективные спящие режимы очень важны для мобильных устройств. Микроватт. Эффективные спящие режимы очень важны для мобильных устройств, проводящих много времени в режиме ожидания. Как, например, сотовый телефон. Чем меньше энергии расходятся в спящем режиме, тем дольше сотовый телефон может пребывать в ожидании. Для дальнейшего сокращения энергопотребления в архитектуру OMAP 4430 включены различные средства управления питанием. Включено динамическое масштабирование напряжения и ограничения питания. Динамическое масштабирование напряжения позволяет компонентам медленной работы на пониженное напряжение, что существенно снижает требования к питанию. Если вам не нужно, чтобы процессор выполнял вычисление на максимальной скорости, напряжение можно понизить. Процессор работает медленнее, экономит значительное количество энергии. Механизм ограничения питания Power Gating использует еще более активный принцип управления питанием. Неиспользуемый компонент полностью отключается и не потребляет энергию. Например, когда пользователь не смотрит видео на планшетном компьютере. Видеопроцессор ИВА3 Полностью отключается, не потребляя энергии на оборот. Во время присмотра ИВА3 интенсивно выполняет работу по декодирую видеопотока. А2 ядра РМА9 засыпает. Несмотря на свою специализацию экономия энергопотребления, ядра РМА9 используют достаточно мощную микроархитектуру. За каждый такт они могут декодировать и выполнять до двух команд. Как мы узнаем в главе 4, это скорость выполнения обеспечит максимальную производительность микроархитектуры. Но не стоит полагать, что за каждый такт будет выполняться именно столько команд. Скорее, это гарантированно фирмой изготовления максимальной производительности, уровень которой не будет превышен процессовом, ни при каких условиях. Во многих тактах будет выполняться менее двух команд. Это связано с наличием препятствий, замедляющих выполнение команд и снижающих общий производитель системы. Для устранения таких ограничений в РМА9 встроена мощная система прогнозирования, перехода планировщик команд с изменением последовательности и высокооптимизированной системы памяти. Еще преимущество, какое мы здесь выделяем? Преимущество РМ. Дело в том, что им не нужна совместимость процессора 8088, как в случае Core i7. Это новая архитектура, соответственно, они могут применить новые решения и под них уже подстраиваться, извлекая старые ошибки. Система памяти OMAP содержит два внутренних кэша L1 для каждого из процессоров RMA9, 32-кбайтный кэш команд и 32-кбайтный кэш данных. Кэши обслуживают двойным каналом с низким энергопотреблением LPDDR2. Стандарт LPDDR2 является производным от стандартного интерфейса DDR2, но использует меньше проводников и работает на напряжениях, более эффективных по энергопотреблению. Кроме того, контроллер памяти содержит ряд оптимизаций, такие как мозаичный, представительная выборка и поддержка ротации. Хотя кэширование будет подробно рассмотрено в главе 4. Я такой классный, прям жду уже четвертую главу. Это у нас следующая глава. Немножко мы уже почти дошли. Думаю, самая интересная моя глава. Сейчас о ней тоже стоит сказать пару слов. Все основная память делится на строки, кэша, блоки, состоящие из 32-байт. В кэше первого уровня хранится 1024 наиболее интенсивно используемых строк команд. И 1024 наиболее интенсивно используемых строк данных. Строки кэша, которые интенсивно используются, но не помещаются в кэше первого уровня, хранятся в кэше второго уровня. Этот кэш содержит как строки данных, так и строки команд от обоих процессоров ARMA 9. Смешанный произвольным образом кэш второго уровня содержит 32 768 срок основной памяти, к которым относились последние обращения. При промахе кэша первого уровня процессор отправляет идентификатор искомой строки кэшу второго уровня. Ответ содержит информацию, по которой процессор может определить, хранится ли указанная строка в кэше второго уровня. Если хранится, в каком состоянии. Если строка находится в кэше, процессор получает ее. Получение данных из кэша второго уровня выполняется за 19 тактов. Ожидание получается довольно долгим, поэтому квалифицированный программист оптимизирует свою программу, чтобы она использовала меньше данных, тем самым повышая вероятность необходимых данных в быстром кэше первого уровня. Если строка кэша отсутствует, в кэше второго уровня она загружается из основной памяти через интерфейс памяти LPDDR2. Интерфейс LPDDR2 в OMAP 4430 встроен в кристалл, что делает возможным напрямую связь OMAP 4430 к динамическому памяти. Для обращения к памяти процессор сначала отправляет микросхемы динамической памяти в верхнюю часть адреса по 13 адресным линиям. Эта операция называется активизация. Загружается всю строку памяти из динамической памяти в буфер строк. Соответственно процессор может выдать несколько команд read или write, представляя остаток адреса по тем же 13 адресным линиям и отправляя или получая данные для операции по 32 линиям. Во время ожидания результаты процесса может заниматься другой работой, например кэш промах. Во время представительной выборки команд не препятствует выполнению одной или нескольких уже выбранных команд, в каждой из которых могут быть задействованы данные, не находящие ни в одном кэше. Таким образом даже у одного процессора может оставаться несколько незавершенных транзаций по двум интерфейсам LPDDR2. Контроллер памяти должен отслеживать текущее состояние, выдать запросы к памяти в наиболее эффективном порядке. Данные с памяти могут поступать частями по 4 байта. Операция с памятью может использовать чтение или запись с проектным режимом, в котором происходит чтение или запись нескольких смежных адресов, одной строки и динамической памяти. Такой режим особенно эффективен для чтения или записи блоков кэша. Приведенное выше описание OMAP 4430, как и предыдущим ему описание Core i7, сильно упрощено, но суть предсходящая в нем отражена. Микросхема OMAP 4430 содержит 547 выводов в корпусе BGA, рисунок 345. Корпус BGA Bell Green Terray похоже на LGA, но вместо квадратных площадок используемых Волга в нем используются маленькие металлические шарики. Это два типа корпусов несовместимы, что лишний раз показывает справедливость в поговорке «Круглую дырку не затмешь квадратной пробкой». Выводы OMAP 4430 образуют прямоугольную матерцу размером 28 и 26, в которой отсутствуют два внутренних кольца шариков, а также два асимметричных полустроки и полустропца для исключения возможности неправильной установки микросхемы вне ZDEBGA. Трудно сравнить CISC микросхему как у i7 с RC микросхемой такой как OMAP 4430 на основании, одно лишь тактовое частое. Например, у двух ядер, то есть интересно, да, чем они сильно на самом деле отличаются, кроме энергопотребления, почему же хотят перейти на RM 86 архитектуры, да? РМА9 пиковая скорость выполнения достигает четырехкомандный такт. В этом OMAP 44 почти сравнивается с суперскалярными процессорами ширины 4 у Core i7. Однако Core i7 быстрее выполняет программу, потому что он содержит до шести процессоров тактового частота, которых в три с половиной раза выше 3,5 ГГц, чем у OMAP 4430. Может показать, что OMAP напоминает черепаху, которую пытается обогнать зайца Core i7. Однако черепаха расходит намного меньше энергии, переводит, и первый придет к финишу, особенно если заряд батареи у зайца не слишком велик. Интересно, да, сравнивает вам сравнение, да? Мощное. Ну и тут осталось две странички, потерпим. Микроконтроллер от Мил от Мега 168, Core i7 OMAP 4430, высокопроизводительный процессор, работающий для создания быстродействующих вычислительных устройств. Core i7 предназначен для настольных компьютеров, OMAP 4430 для мобильных систем. Однако существуют и другие компьютеры, на самом деле куда более многочисленные так называемые встроенные системы. В этом разделе мы познакомимся с ними. Не будет преувеличением сказать, что практически любое электронное устройство со стоимостью более 100 долларов содержит встроенный компьютер. Телевизор, сотовые телефоны, электронные секретари, микроволновые печи, видеокамеры, видеомагдафоны, лазерные принтеры, системы охранной сигнализации, слойовые аппараты, электронные игры и многие другие устройства. Их может перечислить до бесконечности. Управляется компьютером. При этом упор делается не на высокую производитель, а на низкую стоимость встроенного компьютера, что приводит в несколько другому соотношение достоинства и недостатка по сравнению с процессорами, которого мы осуждали до сих пор. В главе 1 мы уже упоминали о том, что в настоящее время наиболее распространенным микроконтроллером является Atmega 160W. Такая популярность в первую очередь обусловлена его низкой стоимостью, как вы вскоре увидитесь, Atmega 168 – это универсальная микросхема, в которую очень легко и недорого подключают другие устройства. Ее физическая компоновка показана рисункой 346. Как видно из рисунка Atmega 168, обычно поставляется в стандартном корпусе с 28 выводами, хотя для отдельных вариантов применения предусмотрены и другие корпуса. Сразу же бросается в глаза некоторая странность этой микросхемы, по сравнению с двумя предыдущими примерами, у нее нет адресных линий и линий данных. Дело в том, что микросхема не предназначена для подключения к памяти, только к устройствам. Вся память статическая и флэш-память содержатся в самой микросхеме, в следствии чего необходимо в отдельных адресных линиях и линиях данных отпадает. Физическая компоновка, внутренняя и археологическая компоновка. Место адресных линий и линий данных от Atmega 168 содержится в штат 7 портов цифрового ввода-вывода, 8 линий портов B и D и 7 линий портов C. Линия цифрового ввода-вывода предназначена для подключения периферийных устройств. Ввод-вывода, причем программа инициализацию может задать режим работы каждой линии, ввод и вывод. Например, при использовании в микроволновой печи, одна цифровая линия может получать ввод от датчика открытой двери, а другая выдавать выходной сигнал для включения-выключения SWC генератора. Перед включением SWC генератора программное обеспечение Atmega 168 проверяет, закрыта ли дверь печи. Если дверь внезапно открывается, программа должна срочно отключить питание. Впрочем, на практике также всегда применяется аппаратная блокировка. Кроме того, 6 линий порта смогут быть настроены для аналогов ввода-вывода. Линии аналогов ввода-вывода могут читать уровень входного напряжения и задать уровень выходного напряжения. Так, в контексте предыдущего примера, у некоторых микроволновых печей имеется датчик, который позволяет пользователю разогреть еду до заданной температуры. Датчик температуры подключается к коду порта C. Программа читает напряжение датчика и преобразует его в температуру с использованием функции преобразования для конкретного датчика. Остальные линии от Mega 168, вход питания VCC, два заземления GND и две линии для настройки схемы аналогового вывода и ARIF AVCC. С точки зрения внутренней архитектуры от Mega 168, как и у MAP 4430, представляет собой однокристальную систему с широким набором внутренних устройств и памяти. от Mega 168, означает 16 килобайт внутренней флеш-памяти для хранения редко изменяющей энергозависимой информации, например, команды программы. Также имеется 1 килобайт EEPROM, энергозависимой памяти, записи в которой может осуществляться на программном уровне EEPROM. Хранятся данные конфигурации в системе. Возвращаясь к нашему примеру, с микроволновой печи, скажем, в EEPROM будет храниться бит, определяющий формат отображения, времени 12 или 24-часовой. От Mega 168 также содержит 1 килобайт внутренней статической памяти, в которой программное обеспечение может хранить временные перемены. Во внутреннем процессоре используется набор команд EEPR. Он состоит из 31 команды, каждая из которых имеет длину 16 бит. Сам процессор является 8-разрядным. Это означает, что он работает с 8-разрядными значениями данных. А размер его внутренних регистров составляет 8 бит. В набор команд входят специальные команды, позволяющие 8-разрядному процессору эффективно работать с большим типом данных. Например, для выполнения 16-разрядного сложения или сложения с большой разрядностью. Процессор поддерживает команду сложения с переносом, которая суммирует 2 значения перенос от предыдущей операции. Среди остальных внутренних компонентов часы реального времени и разнообразная интерфейсная логика, поддержка последовательных каналов, поддержка каналов широтно-импульсной модуляции, канал AVC, шины интер-AC, контроллеры аналогов и цифрового ввода. Поздравляю! Теперь вы знаете, из чего состоит эта странная штука, которая кажется глупой и простой подокристальной вещью. Вы молодцы! До следующего урока!